Наконец-то пришла долгожданная, где-то заблудившаяся в этом году весна. Длинная зима отступила, но оставила своей преемнице наследство. Большие, а кое-где и до сих пор непролазные сугробы. Скоро ли солнце расправится с ними окончательно? Об этом можно только гадать и надеяться, что ждать придется недолго. Потому как и обилие снега, и образующиеся лужи порядком надоели. Мы проверили, как справляется весна и помогают ли ей коммунальщики. Рейд решено было провести в Расторгуйской части города Видное. Первым адресом, по которому мы отправились, стал Петровский проезд. Чистые тротуары, относительно пригодная для проезда и стоянки автомобилей дорога. Видно, дворники стараются, да и техника поработала не так давно. Но при плюсовой температуре жителей настигла другая беда – лужи. После обеда, когда солнце подтапливает сугробы, около 12-го дома образуется целое озеро. Но если по Петровскому проезду еще можно более или менее безопасно пройти, то вот добраться до этой улицы сложно. Евгения ходит от станции пешком каждый день. Таким образом, добираясь до работы, она еще и поддерживает себя в форме. Но ее прогулка больше напоминает экстремальный спорт. Здесь не чищены тротуары. Чищены только в таких местах, например, публичные более-менее. Очень скользко. Вчера, когда все таяло, были лужи. То есть там по щиколотку точно. Девушку поддержали все пешеходы, встреченные нами. Ходить по тротуарам невозможно, в один голос утверждают они. Честно говоря, есть места, где вообще не убираются. Особенно, как я сказала, где останавливается автобус 379-й, 59-й автобус. Там бывает, что выхожу с остановки и буквально хожу по дороге. И мне приходится прям под машиной чуть ли не. Потому что весь тротуар обсыпан с укропами, снегом. Абсолютно невозможно ходить. Пешеходные редко чистят. Во дворах вообще не прочищается ничего никогда. Как бы вообще плохо. Здесь на пешеходах да вообще не убирали. Только приезжают на остановку. Уберут специально. Что здесь? Вы смогли бы сейчас проехать убрать? Ну еще там иногда прометают проезжую часть. Там машина ходит, грейдеры. Здесь ничего не делают. А у нас на старых большаках вообще ходим в сапогах. А ведь по этим дорогам дети ходят в школу каждый день. Но о чем мы говорим? Через две недели снег сам растает. И городские власти, наверное, уже забудут об этой проблеме. Так же, как и жители. До следующей зимы. Татьяна Акимова, Алексей Ильин. Видное ТВ.